Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ещё раз доброе утро, как мы уже анонсировали, сейчас у нас на прямой связи, посредством Зума, доктора психологии, Алена Якуб. Доброе утро, хотя сейчас многие, когда произносят доброе утро, они задумываются, действительно ли мы дожили до такого момента, когда вот уже надо говорить что-то другое, там, не знаю, здравствуйте, да, потому что совсем недоброе утро у нас уже вообще на планете Земля, к сожалению. Или наоборот, как раз-таки надо себя настраивать, что утро доброе. Вот сейчас об этом и поговорим, Алена, ну, как вы живёте вот в это время неопределённости? Я знаю, что очень много и ваших знакомых, и тех, которые обращаются к вам за психологической помощью, ещё вот не успели выйти из этого стрессового состояния, связанное вот с пандемией. В этом месяце как раз исполнилось уже два года этому ужасу. Пандемия вроде бы отступила, казалось бы, весна, нужно вздохнуть, да, вот, и вдруг опять теперь война. Вот как вы всё это ощущаете, что люди говорят, вот, может быть, с этого мы начнём? Здравствуйте. Вы знаете, мы, вот я со своей стороны, с профессиональной точки зрения, это вижу, как активное обращение людей, клиентов с вопросами, как мне сейчас быть, как мне пережить то, что происходит, как справиться со своими страхами, тревогами, как не пересориться с домашними членами семьи, с коллегами, как вообще не разрушиться изнутри. То есть как, что мне делать сейчас в моём состоянии, чтобы не разрушиться, понимая, причём при том, что как-то изменился мир, мы ещё на нашей территории, слава богу, не совсем понимаем, как он изменился, но тем не менее в воздухе что-то происходит. И, в общем, вот, то есть физически вроде бы у нас то же самое. Мы просыпаемся, ходим, идём на работу, у нас наш ритм жизни, как таковой внешний, не поменялся. Но что-то очень кардинально поменялось в мире. То есть где-то идёт большой конфликт, и всё это отражение, отголоски приходит к человеку непосредственно. То есть мы все задействованы в этом большом конфликте. И прежде всего, с чего нужно начать, это к тому, что сказать, что да, у меня есть страх. Страх – это нормально. Страх есть у всех живых существ, в том числе и у человека. Страх – это такой некий сторож, который эволюционно сохранил нам жизнь. Страх есть и у человека, и у животного. У человека очень много ещё добавлено социальных страхов. Это что я скажу, как отреагируют на мои слова, могу ли я поделиться своим мнением и так далее. И вот здесь самое главное – остаться самим собой при своих… Знаете, вот сейчас везде конфликт, и мы все вроде бы за мир. Так ведь? Это правда, да. Мы хотим мира. Кто же не хочет мира, да? Даем ли мы этот мир тому, кто рядом с нами? Не обрушиваем ли мы вот этот свой правильный гнев правильный на того, кто рядом? Мы говорим – нет, должно быть по-другому. Одним словом, как мы сами себя ведём в нашем поле и создаём ли мы в своём поле жизни вот этот мир? Может ли рядом быть с нами другой, который, может быть, не так думает, не так реагирует, делает не так, как мы считаем по нашему убеждению правильным? И возвращаясь к этому, знаете, мы всё-таки сегодня давайте поговорим, а то у меня тоже я чувствую, что много эмоций, и сейчас очень важно разрешить себе находить единомышленников. То есть возвращаем себе первое. У страха есть четыре формы. Мы это все знаем. Это реакция на происходящее, это избегание. Нет, этого не может быть. Я не хочу об этом слышать. Второе – это бегство. Мне нужно срочно уйти с этого пространства, с этого поля. Четвёртое – это ненависть. Я это ненавижу. Это должно быть по-другому. У меня есть своё представление. И четвёртая форма – это замереть, затаиться, вообще выключить себя из всего бытия и куда-то уйти в свой какой-то мир. В страхе очень много проявляется наших ценностей, потому что страх – это такой маркер, что же для нас ценное. Что нам высвечивает наш страх, о чём он нам говорит. И есть такой терапевтический метод, называется градуирование, когда мы выставляем, аранжируем, что для нас самое главное, чего мы больше всего боимся, в какой последовательности, чего меньше всего, и начинаем воспринимать, скажем так, выходим на такую некую составляющую. Я же… Внутренняя ревизия. Нам сейчас нужна внутренняя ревизия. Возвращаем себе вот это, опять-таки, критическое мышление. Что я конкретно вижу, слышу? Недомысливать. Сейчас самое главное – недомысливать, недопридумывать, оставаться самим собой, оставаться в поле своих мыслей и такая хорошая психогигиена. На нашем пространстве, вот где мы живём, сейчас люди свой страх, многие трансформировали в то, что я должен что-то срочно сделать и помочь другому. Но вот здесь опять вот это критическое мышление, как я могу помочь другому, что я могу для него сделать, как я могу сделать так, чтобы это было реально, то есть смотреть на свои возможности. Скажите, пожалуйста, надо ли кидаться и помогать другому, не всегда понимая, в чём эта помощь правильно может быть выражена, или начать надо всё-таки с себя и помочь разобраться в ситуации со своими страхами, опять же, проработать их как-то? Первое, спасибо, что вы задали этот чудесный вопрос, правильный. Это нужно разобраться с собой и, как я уже говорила, навести порядок максимально. Ведь страх помогает нам мобилизоваться. Страх мобилизацию нам даёт, да? То есть мы аккумулируем все свои силы и мы начинаем стоять за себя, навести порядки в своей жизнедеятельности. То есть наш образ жизни, насколько это может быть, должен оставаться для нас привычным. Первичные потребности все должны быть соблюдены и ритм жизни. Нужно вставать, умываться, ходить на работу, водить детей в садик, убирать квартиру, кормить животных и заниматься своей привычной деятельностью. То есть такие ежедневные ритуалы, которые сохраняют спокойствие. Да. С другой стороны, эти ежедневные ритуалы – это такие хорошие здоровые активизмы, которые помогают, так сказать, энергию в мирных целях переключить. То есть я уже включаю свою энергию, вот у меня идёт эта психодинамика, я готов что-то делать, готов что-то делать, сделай что-то для себя сначала, чтобы ты мог выпустить эту энергию, выпустить этот пар, чтобы ты мог сам себя немножко оттерапевтировать. Потому что здесь ещё специалисты не нужны. я могу сам с этим как-то справиться, структурируя и упорядочивая свою жизнь. Я могу с кем-то обсудить то, что меня волнует, но только если я готов дать пространство для другого, не переубеждать его, его видение. Потому что ведь главный вопрос – а что это значит для меня, моё мнение, моё видение? Я это чувствую. Значит, и как другой так же может обратиться и к другому, посмотреть на другого с того же самого ракурса. Вот есть ещё такой вопрос. Ведь кроме того, что мы общаемся, не знаю, и с другими, со своими близкими, знакомыми, коллегами, и самими собой, мы ещё общаемся, условно говоря, с виртуальным пространством. Я имею в виду всё, что нам сейчас показывают, передают. Уже многие мне показывают и не передают, но это другой вопрос. По телевидению или по интернету. Ведь как бы мы не хотели уйти от плохих новостей, может быть, кто-то правильно сказал, что меньше слушайте, смотрите, здоровее будете, но мы живём в сегодняшнем реальном мире, мы знаем, что происходит, как мы уже сказали, в самом начале, военные действия в Европе. Мы не знаем, что происходит на самом деле, потому что такого количества фейков, связанных с этой войной, мы ещё тоже не переживали. И тут появляются вопросы, кому верить, ну, исключая, разумеется, очевидный ответ, это радио «Болтком» и портал «Микс Минселл». Ну, на самом деле, да, Абик, я тоже хотел задать приблизительно тот же самый вопрос, касаемо, ну, я бы это описал как информационный мазохизм. Бесконечное потребление вот этого потока информации, не всегда обработанного, не всегда верифицированной информации. На ваш взгляд, Гаспоро Якуб, стоит ли делать какое-то, ну, вот именно в кризисные такие моменты, как война, некий информационный детокс и ограничивать, не пытаться читать всё больше и больше и бесконечно вот это по экспоненте, а наоборот, сделать паузу, немножечко отойти и выдохнуть. Да, это называется психогигиена. То есть свое упорядочить восприятие собственной информации, которую мы потребляем. Если мы чувствуем, что вот эта информационная воронка нас затягивает, и она становится для нас так токсичная, и мы уходим в такой некий стопор, который уводит нас от реальности, мы становимся... Эта информация нас делает настолько токсичными по отношению к себе и к другому, что самое лучшее, что человек может сделать, это немножко выйти на дистанцию и сказать, я новости буду слушать 30 минут утром и 30 минут вечером, или читать. То, что происходит сейчас на интернет-пространстве, это просто такая, знаете, как площадка шквала, куда сливается все, кто во что гораст. Все что угодно. Факты, фейки, эмоции, да, все что... Критическое мышление. У человека есть собственное критическое мышление. Ведь когда мы читаем информацию, мы тут же эту информацию воспринимаем как на свое представление, что мы читаем. Да, то есть страх что делает? У нас есть некий накопленный опыт, свое представление, суждение, свои какие-то иерархии ценностей. И мы же имеем такую... Как сказать, человека есть такая... Когда человек информацию не читает, что написано, а преображает в то, как он ее понимает. Вот в этом есть вот такой вот маленький крючочек, на который мы цепляемся. В принципе, мы много что сами себе домысливаем. Не надо домысливать. Разрешите себе прочитать и спросить, что это для меня значит, как это для меня. Это для меня имеет какое-то значение? Вот то, что я вижу, вот это как-то соотносится? И отойти. Ну, вы говорите, как бы вот как должно было быть, наверное, в идеале, когда люди действительно включают из так мозга критическое мышление. Зачастую мы видим, ну, никого не хочу обижать, зачастую мы видим, что люди не столько пытаются вот это осмыслить и проанализировать, а люди пытаются это, ну, как вам сказать, репродуцировать дальше. Вот они что-то услышали по телевизору, такое определенное зомбирование произошло, что тоже, в принципе, такой вот феномен с одной стороны, потому что мы как раньше считали, что 21 век, цензуры нет, есть возможность все источники посмотреть, такие, 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 и вот уже создать собственное впечатление, и создается критическое мышление. Не как раньше было, что вот газета «Правда» врать не может, вот у нас есть газета «Правда» известия, прочел, вот тебе все там рассказали, мыслить тебе не надо. Но оказалось парадокс, при всем наличии вот этих возможностей и при праве на критическое мышление, люди зачастую просто вот повторяют то, что они услышали, и как бы пытаются это действительно представить как истинно в последней инстанции, и даже начинают на этой почве ссориться с родными, потому что один смотрит одни источники информации, и начинают повторять вот то, что они там услышали, а вторая сторона то, что мы там услышали. Все. Вы знаете, это то, что выливает, мы когда, когда человек слышит информацию, и он начинает как-то реагировать на нее, это некая анестезия собственного страха. Вот чем больше страха, чем больше психика не в состоянии переварить и грамотно, скажем так, твердо стоять за себя и принимать собственное суждение, критическое мышление, тем больше нам нужна вот эта анестезия. То есть мы этот страх как бы анестезируем тем, говорим, да, это так есть, я буду в это верить. Но так ли это? Это большое мужество задать себе этот вопрос. То есть мы сейчас, давайте вернемся к тому, что человеку самому делать. Самому человеку нужно прежде всего понять, что сейчас происходит со мной. Первое. Вот понять. Задайте себе вопрос, что со мной сейчас происходит? Что я чувствую в отношении вот всего происходящего? Второй вопрос. Как я с этим вот сейчас обхожусь? Вот что я с этим делаю? Я готов спорить и доказывать свое мнение. Я готов сделать вид, что нет, это все пройдет, все это не так. Я сижу, жду, когда все это закончится. Или у меня порыв, вот этот вот я хочу бежать, всем помогать, участвовать в этом всем, иметь хоть какую-то сопричастность. То есть такая встреча с собой, первое, что это для меня? Что я вижу, что я слышу, что я чувствую, что я могу? Следующее. Как я привычно реагирую на свои стрессовые ситуации? А сейчас у нас уже ситуация дистресса, то есть затяжной, затяжной стресс. Хронический почти, да? Да. Как я привычно реагирую? Как я пережил эти два года? Что я делал? Как я реагировал? Как я выходил из своих сложных, трудных ситуаций? Как это для меня было? Следующее. Какие у меня мои личные, персональные опоры? На что я могу сам опереться у себя внутри? Я могу опереться на себе? Я могу доверять себе? Что меня держит вообще? Какие ценности у меня есть? Вот здесь и сейчас, из абсолютной реальности, из того, что я могу, становимся на почву своей персональной реакции? Какие... Что меня держит? Где я могу быть опорой сам для себя? Что для меня сейчас первично? Для меня первично, чтобы моя семья сохранялись дееспособными. Значит, я должен делать то, что я должен, а дальше будет, что будет. Как Франкл говорит, жизнь нам не дает никаких гарантий. Да, мы запрашиваем. У нас, как привычка, у нас привычка запросить у жизни. Что же ты мне тут предложила? А жизнь говорит, нет, вот тебе ситуация. Как тебе с этим? Что ты будешь с этим делать? И вот здесь получается вот этот экзистенциальный поворот, когда мы из позиции спрашивающего становимся в позицию отвечающего. Что же я могу для себя сам сделать? Что я могу сам для себя сделать? К слову, о том, что мы можем сделать сами для себя. Вы говорите о психоэмоциональном состоянии, о психогигиене. Тоже прозвучало несколько мыслей. Но что касается физического состояния, которые, безусловно, связаны. Есть ли какие-то возможности через спорт, через физические активности давать выход вот этому накопившемуся негативу? Да, есть. И это обязательно нужно делать, потому что самое большое наказание для человека – это не давать ему ничего делать или себе. То есть когда мы замираем или когда нас ограничили, ничего не надо делать прежде всего. Из того, что мы можем делать – вести привычный ритм жизни, добавить туда больше физической активности, от уборки до спорта, до ходьбы пешком. У кого кто на что гораст. Как я говорю в многих своих группах, сейчас идите, я говорю, не можете справиться с эмоциями, идите копайте грядку под картошки. Говорят, какая грядка? На улице мороз. Я говорю, вот еще и лучше. Тем более, что больше. Идите и идите, да. Да, да. То есть делайте что-нибудь то, где ваше мышечное, вот это вот будет сброшено, вот это мышечное напряжение. Потому что страх, он живет же в мышцах, он же нас сковывает, обездвиживает. Или наоборот, хаотично мы начинаем махать руками, ногами, бежать неизвестно куда. То есть и в той, и в другой реакции у нас отсутствует контроль. А нам нужно вернуть этот контроль себе. И прежде всего заботиться о себе. То есть с точки зрения убирайте шкафы, копайте грядки, ну условно, да. Ходите, занимайтесь спортом, больше гуляйте с детьми. В обеденный перерыв, если есть возможность, выйдите, сделайте два круга в квартале, где вы работаете. Больше движения, больше активности. Два круга мы не успеем сделать. Мы вынуждены взять контроль над эфирным временем. Доктор психологии Алена Якуб была с нами на прямой связи. Огромное спасибо за рассказы, рекомендации, всего доброго. А мы вынуждены, да, время сделать паузу, после которой вернемся и продолжим с украинскими гостями. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин